Пособия по месту жительства немецкие власти планируют урезать детские выплаты гражданам других стран ЕС, если их дети проживают за пределами Германии. Каких махинаций они пытаются избежать, знает Татьяна Лагунова. 194 евро в месяц на первого и второго ребенка, 200 на третьего и 225, если детей в семье больше. Такие пособия Германия платит не только немецким родителям, но и гражданам других государств Евросоюза, если они приезжают в страну работать. И вот немцы вдруг заметили, количество иностранных получателей детского пособия резко растет. Только за последний год на 10%. При том, что сами дети живут за пределами Германии. 270 тысяч детей живут не в Германии, но на немецкие пособия. Это официальная статистика Министерства финансов. Только в прошлом году на выплаты по этой статье Германия потратила сотни миллионов евро. И чаще всего такие пособия получали граждане Польши, Румынии и Болгарии. Оформить помощь на ребенка проще простого. Гражданин ЕС должен предъявить трудовой контракт, прописку в Германии и свидетельство о рождении ребенка или детей. И все, деньги капают каждый месяц. А вот переехала ли с заявителем семья или осталась жить на родине, никто не проверяет. Как впрочем, существуют ли дети в принципе. Фальшивые свидетельства о рождении, эффективные трудовые контракты и прописки. Немецкие чиновники признают махинации и имеют место. Но насколько они масштабные, оценить не могут. У государства не хватает ресурсов тщательно проверить всех и каждого. Бороться с махинаторами решили другим путем. Правительство планирует урезать пособия на детей, если они живут за пределами Германии. То есть выплачивать не немецкое пособие, а сумму, которую на детей выделяет страна их фактического проживания. Этот вопрос депутаты Бундестага рассмотрят осенью. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.